Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала в ютубе. Сегодня видео о уникальной траве лебеда. Марь белая, мучная трава, королева злаковых. Еще не беда, коль в огороде лебеда говорили ранее. Были о лебеде и народные песни. Например, Нина Русланова пела «Посею лебеду на берегу, мою крупную рассадушку, мою крупную зеленую». Как вы думаете, отчего в народе было такое уважительное, даже трепетное отношение к этому растению, которое теперь в наши дни почти забыли и воспринимают как вредный сорняк. Напишите в комментариях, может быть, вы знаете что-то такое важное, что я сейчас вам не расскажу. Ну а этим видео я продолжаю мою рубрику по дикоросам, самым полезным растениям на Земле. Знакомьтесь, лебеда. Для молодых людей поясню, не лобода, не путайте, а лебеда. Очень интересная, ценная информация вас ждет сейчас. Не поленитесь посмотреть и послушать это видео до самого конца. Вам же будет большая польза. Лебеда – род двудольных растений семейства амарантовых. Включают в себя более 250 видов, распространенных в умеренной и тропической зонах обоих полушарий нашей планеты. Кстати, кенуа – близкий родственник лебеды. Ну и амарант, разумеется. Соцветия сережки у семян у них очень схожи внешне. Лебеда раскидистая, лебеда белая, сереющая, дикая, гладковатая – это самые распространенные виды, то, что мы когда-то видели и что-то знаем. Это растение также приобрело название мучная трава благодаря белой мелкой сыпи на листочках, а лебедой ее назвали позже в честь былинной птицы лебедь. Листья у лебеды похожи на лапку гуся и лебедя, оттуда и название. В древние времена на Руси лебеду называли марь белая. Кстати, у диких трав нет серьезных вредителей в природе, а сила дикоросов огромна, и сила в смысле выживаемости, и сила давать здоровье. Помните, что все культурные растения, травы, зелень произошли от дикоросов, от дикорастущих. Шпинат и лебеда тоже из одного семейства. Лебеду также называли золотом инков и королевой всех зерновых. И это не случайно. Многими древними цивилизациями лебеда называлась и была выбрана в качестве священного растения. В ней и витамины А, В1, В2, В6, В9, витамин С, Е, ПП, такие макроэлементы, как калий, кальций, магний, натрий, фосфор и многие микроэлементы, например, железо, марганец, медь, цинк и прочее. Делали раньше из лебеды и котлеты. Например, можно для этого брать кукурузную или полденую муку, пшено, саму лебеду, крапиву, подобрать удобную для вас консистенцию и жарить, как привычные, по типу изготовления котлеты. Добавляли раньше лебеду и в борщ, и в щи. В лебеде содержится огромное количество белка, как и в крапиве, даже во взрослом растении до 14 грамм белка на 100 грамм продукта, а в укропе и петрушке, к примеру, только 2-2,5 грамма на 100 грамм продукта. Есть в лебеде почти все аминокислоты, а молодые побеги и семена лебеды содержат до 30% белка. В их составе точно определено 17 аминокислот, включая почти все незаменимые. В общем, об этом, о уникальной силе пользы дикоросов я говорил в своем видео. Белка в зелени больше, чем в мясе. И действительно, в голодные годы ели, в том числе, лебеду, и она была незаменима. Она у нас в генетической памяти народа. В былые времена, веками и традиционно в окрошку добавляли лебеду. И не от голода, а от знаний, от пользы. Не даром археологи находят захоронение древних славян в горшочках семена лебеды. Вот так-то. Нежные семена, еще не вызревшие, как сережки по типу, шли на хлеб. Для этого брали недоспелые соцветия. Разумеется, можно использовать и вызревшие, сухие семена и размалывать их в муку. Как и из семян амаранта, из спелых лебедовых зерен делали муку, которую добавляли горжиной и пшеничной муке и выпекали домашний хлеб. Зеленые салаты с лебедой самое лучшее дело. В любые салаты полезно добавлять молодые листочки лебеды. Ну, как натуральный шпинат, вместо него. Ведь состав растений уникален. Лебеда еще понижает вес, у кого он избыточный от неправильного питания. Листья лебеды хорошие, успокаивающие. А прелости у детей лечили лебедой, делая присыпку. Порошок из семян лебеды. Лебеду и тушили, делали из нее начинки для пирогов, семена использовали и как крупу. Ну, как ту же нынче модную кенуа. А твар на пар делать из сухой травы нужно следующим образом. Если как успокаивающее средство, то достаточно одной чайной ложки сухого сырья на стакан воды запарить. Эффект усилит добавление одной чайной ложки дикого меда или бортевого меда. Для отвара нужно брать измельченные сухие листья и побеги, взять одну столовую ложку сырья на 200 мл, то есть стакан воды, и в термосе при температуре 70-80 градусов запаривать 40 минут. Отжать, процедить и три раза в день пить по 1 треть стакана до еды. А у кого есть болезни ЖКТ, то не до, а после еды, через 30-40 минут. Свежий сок молодых побегов по одной столовой ложке очень хорошо принимать перед едой до 3-4 раз в день. Зеленое сырье рекомендуется собирать весной до начала цветения. Тогда в этой траве самая большая сила. Кстати, лебеда улучшает плодородие и качество почвы. Дело в том, что ее листва обладают способностью поглощать из субстратов солевые отложения, в результате чего происходит природная очистка различных типов земель. А для женщин важно знать следующее, что настой из этого, так сказать, сорняка, особенно полезно употреблять во время менструации, поскольку напиток не только справится с болью, у кого они бывают, но и окажет общеукрепляющее действие на весь организм. Растение это дарит омолаживающий эффект. Оно борется с возрастными изменениями, кожными заболеваниями и улучшает состояние кожи в целом. А чтобы получить этот ожидаемый положительный результат, необходимо выработать привычку умываться настоем из лебеды 2 раза в день. А готовится он просто. Этот настой для умывания нужно взять одну чайную ложку сырья, залить одним стаканом горячей воды в термосе при плюс 70-80 градусах, и через 30 минут натуральное косметическое средство готово. Продолжительность курса от 30-40 дней, и результат будет уже ощутим. Сбор сырья. Несмотря на то, что трава растет с весны до осени, заготавливать сырье лечебное лучше всего из молодых побегов и листьев, так как они максимально насыщены полезными питательными веществами. Лучшее время для сбора, как я уже говорил, до начала цветения. Собирать растения нужно подальше от дорог и промышленных зон в экологически чистых местах. Место для сушки должно быть сухим, без прямых солнечных лучей, ну а сухое сырье хранить в бумажном пакете. Процесс сушки желательно осуществлять в естественных условиях. Для этого выбирают притяненный участок в саду, в доме, это может быть проветриваемый чердак или на печи. Ну, все, как я говорил о сныте и других травах в своих прошлых видео про растениям-дикоросы. И вообще, кто не видел, посмотрите непременно мои видео о одуванчике, крапиве, сныте, мокрице, два вот эти видео о зелени и дикоросах, и вот это видео о пользе хлорофила. Ссылки на эти ценные видео будут даны под этим видео в описании. А после того, как вы заготовили сухие листья и побеги, их можно измельчить и хранить в бумажных пакетах, либо в холщовых, или в стекле в керамике. Срок годности для высушенной листвы и побега в год, а для семян до трех лет. Кстати, а хотите, чтобы я сделал видео, подобное, о лечебных и питательных свойствах амаранта или травы пыреи? Напишите под этим видео. Для вас написать это несколько секунд, а для меня важная обратная связь, чтобы я свое время не тратил зря, может быть, это не будет интересно никому или малому числу людей. Поэтому не ленитесь пишить. А также очень рекомендую, посмотрите вот это мое видео со второго моего канала «Жизнь на земле» о высадке тысяч различных растений в моем хозяйстве. Видео на этом канале немного, но все последние видео очень интересны и поучительны. И про строительство, и про аквапонику, и про теплицы, и зимние сады. Да, также под этим видео будет ссылочка на продажу большой территории в 160 гектар с двумя ледникового происхождения озерами, тоже в Псковской области, но в другом районе. Посмотрите в описании по ссылочке, кому будет интересно. Также у меня есть объявление о трудовых вакансиях в мое хозяйство в Пушкинских горах. Ссылка будет в описании под этим видео. А вот, дорогие товарищи, только часть полезных свойств лебеды. Например, сапонины помогают при простудных и различных бронхолегочных заболеваниях. Сныть и много марганца, а это очень важный минерал для профилактики сахарного диабета. Уменьшает лебеда и инсулинорезистентность. Посмотрите о ней, инсулинорезистентности, в мое видео. И это состояние, к сожалению, в наши дни касается каждого человека. Для печени и желчного пузыря лебеда очень полезны. Семена лебеды, кстати, не содержат лектины, то есть глютен и прочие лектины. Применяется лебеда при бронхитах, простудах, как отхаркивающее прекрасное средство. Используется она и при стоматитах, и других проблемах полости рта. При всевозможных изменениях кожи. Она останавливает кровотечение. Распаренные листья лебеды помогают при радикулитах, если их прикладывать к больным местам. Предотвращает и останавливает лебеда выпадения волос. Она хорошее успокаивающее средство. Она снимает мышечные боли, улучшает зрение, применяется для снижения веса, уменьшения жировой ткани. На 100 грамм продукта содержат 368 килокалорий. Лебеда имеет очищающие свойства. Она выводит из организма шелаки и тяжелые металлы, и токсичные вещества. А если применять ее в дни прохождения курса грибной терапии грибом дождевик, то организм будет полностью очищен от радионуклидов и всех тяжелых металлов. Каким образом? Посмотрите данное мое видео. Гриб дождевик. Укрепляет лебеда работу сердечно-сосудистой системы. Она широко применяется в народной медицине для профилактики атеросклероза, тромбоза, инфаркта миокарда, тахикардии и прочих состояний. А вот вам славянский секрет молодости. Лебеда имеет благотворное влияние на кожу лица. Это натуральный и действующий рецепт красоты, проверенный веками. Горсть травы. Соотношение здесь примерное. Пол столовых ложки, можно столовую ложку заливать с кипяченой водой, остуженной до 70-80 градусов. Раньше горшочки укутывали в теплый плед или оставляли в остывающей, но еще теплой печи. Сейчас можно это сделать в термосе. Дать настояться полчаса и нужно умываться этим бодрящим, регенерирующим кожу, тонизирующим кожу настоем. А можно приготовить и кубики льда для протирания дермы кожи. Также, учитывая бактерицидные и антисептические свойства лебеды. И это позволит избавиться от высыпаний на коже и очистит поры кожи. Результат будет заметен уже через месяц. А маски делаются так. Измельченный сухой сбор травы, примерно чайную ложку, заливают третью стаканом горячей воды, дают также в термосе настояться 30 минут. И к этой смеси добавляют определенный жир, например, сметану или кокосовое масло. Не пальмовое, а кокосовое. Хорошо перемешивают и этим кремом пропитывают, например, салфетки, и накладывают на очищенное заранее лицо. Держат 20 минут и смывают. Прекрасное омолаживающее средство для кожи. Ну что ж, подведем итог по вариантам использования лебеды. Для пищеварения от запоров применяют сок из молодых листьев и побегов лебеды. Для этого их пропускают через мясорубку, а из получившейся кашицы выжимают сок при помощи марли или льняной грубой ткани. А можно использовать и шнековые соковыжималки. Применять сок по одной столовой ложке три раза в день перед едой. От кашля, колика в животе, зашлакованности организма. Смешайте высушенные молодые стебли и листья растения. Из получившегося сырья взять одну столовую ложку, залить стаканом горячей воды при температуре 70-80 градусов, дать настоять до часа, можно до двух, и применять перед едой по одной треть стакана три раза в день. Для укрепления нервной системы, успокоения и при стоматитах способ приготовления такой же, как и предыдущий, только настаивать достаточно вполне 20-30 минут. Желательно добавление дикого меда. А от радикулита при отеках артрите нужно распарить листья лебеды и завернуть их в марлю. Нужно прикладывать в виде компресса к проблемной зоне на 30-40 минут. При радикулите отечностях можно оставлять такой компресс и на ночь, закрыв пергаментом и обмотав бинтом. При подагре, при стоматитах и для спринцевания при молочнице одну столовую ложку сухого сырья заливать 100 мл горячей воды при 80 градусах в термосе, на 30 минут запаривать, процедить и использовать. А для заживления ран, а ведь лебеда это прекрасное кровоостанавливающее средство, почти как подорожник, надо прикладывать слегка растертые листики к пораненному или воспаленному участку кожи для остановки кровотечения и уничтожения вредных микроорганизмов а также для снятия отеков. Конечно, есть и условные противопоказания, например, при хронических заболеваниях пищеварительной системы, при язвах, например, при плохой свертываемости крови, если вы мало воды пьете, при моче и желчекаменных болезнях. И, конечно же, здесь я должен сказать, что обязательно проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом. Ну вот сказал. Ну что ж, дорогие друзья, обязательно поделитесь ссылкой на данное видео с вашими друзьями, коллегами, товарищами. Помогите распространить мне данное видео. Пусть это будет вашей благодарностью мне за мой труд и время, которое я трачу на создание данных видео. Все честно и справедливо. Да, не ленитесь, нажмите слово «Еще» в Ютубе. Под этим видео откроются ссылочки, но прочтите все эти ссылки, посмотрите данные видео и информацию, которую я укажу под этим видео. Это важно, я не просто так это делаю. Ну а на этом все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания.